Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о месяце Элули, в котором мы трубим в шафар. Этот месяц, когда мы готовим себя к тому, чтобы стать новыми по-настоящему людьми. Все знают, что в каждую последнюю субботу месяца Шаббат Мебархим в синагоге объявляют о том, что на следующей неделе наступает новый месяц. Однако, перед началом месяца Тишрей мы этого не делаем. Дело в том, что в Рожгашана весь мир совершенно обновляется. Новый свет спускается с небес и невозможно говорить о нем до того, как он пришел. Впереди нас ожидает первый месяц Нового года, месяц Тишрей, и с ним целая череда осенних праздников. Начиная с еврейского Нового года Рожгашана, когда на небесном суде выносится приговор всем живущим. Одновременно начинается серьезный и ответственный период покаяния Ямим Нараим, который длится 10 дней и заканчивается самым светлым, дорогие друзья, и торжественным днем в году. Днем искупления грехов или Йом Кипуром. Когда этот приговор окончательно утверждается и скрепляется печатью, мы говорим Гмар Хатима Това. Пройдет 4 дня и наступит череда веселых праздников. И первый из них это Суккот или праздник Кущей, который так и называется в Торе. Время нашей радости Зман Симхатейн. Он длится 7 дней, в течение которых мы танцуем и веселимся в праздничном шалаше Сукке, а также выполняем заповедь 4 видов растений Арбаат Гаменин. А уже в самом конце нас ожидает кульминация всех осенних праздников, самый ликующий день в еврейском календаре Шмини Ацерет, святое собрание 8 дня. Причем второй день Шмини Ацерет получил особое название «Симхат Тора» или «Радость обладания Торы» этим бесценным даром, который мы получили от Всевышнего через Машера Бейну более 3000 лет назад на горе Синай. В этот день мы танцуем со свитками Торы и запасаемся весельем впрок на целый год вперед. Завершается годичный цикл изучения Торы. Мы перематываем весь свиток в самое начало и снова начинаем с первой главы Торы «Берешит». Приступаем к изучению божественной мудрости, скрытой в книге книг, теперь уже на новом, более высоком уровне. Но начинается все, дорогие друзья, с месяца Элул, когда в ожидании грядущего небесного суда в Рожошана мы начинаем подводить итоги прожитого года, когда в этот день, 1-го Эллула, который был на этой неделе в понедельник, наш учитель Маше последний раз поднялся на гору Синай, чтобы вымолить прощение. Тогда он спустился с горы со вторыми скрижалями в Йом-Кипур 10-го Тишре. И день, этот стал днем всеобщего искупления грехов. В этом месяце человек исследует себя, анализирует свою жизнь, свои поступки, готовится к очищению. Поэтому в эти дни читают Псалм 27. «Господь, свет мой и спасение мое, свет мой» по еврейской традиции относится к Рожошана, а слова «спасение мое» к Йом-Кипур. А идущие дали слова этого Псалма, ибо он укроет меня в куще своей, напоминает нам о празднике Суккот. Сначала времен, дни месяца Элул, дни благоволения. Когда еврейский народ согрешил, сделав золотого тельца, скрижали завета были разбиты. Маше поднялся на гору Синай и просил Бога простить народ за этот грех. Бог помиловал наш народ, дав новые скрижали завета. Это было время с 1-го Эллюля по 10-е Тишрей. Поскольку эти дни Эллула предназначены для анализа своей жизни за прошедший год, по еврейской традиции мы посвящаем каждый день этого месяца очищению, прощению, покаянию, чтобы войти в следующий год без бремени старых проблем, грехов и ошибок. В синагогах трубят шафар. Это напоминание должно пробуждать в каждом человеке стремление к чуве, покаянию и возвращению ко Всевышнему. Звук шафара также говорит нам «Проснись, спящий от своего сна, дремлющий от своей дремоты. Вспомните или войдите, посмотрите свои поступки и проступки и раскаетесь в грехах». По мнению Рава Йосифа Каро, автора фундаментального кодекса Шульхана Руха, молитвы с лихот читают с начала месяца вплоть до дня искупления. Йом Кипура. Шульхана Рух урахаем 581. Месяц Элул, дорогие друзья, считается временем, когда на благотворительность следует тратить больше, чем обычно. 12 последующих дней месяца, начинающихся с 18 июля, особый по важности период. Эти 12 дней соответствуют 12 месяцам года, каждый день одному из месяцев. В каждой из них следует произвести полный самоотчет о своих действиях за один из предыдущих месяцев. 18 июля отчитывается за месяц Тишрей, открывший прошлый год. 19 замархи Шван и так далее. Вплоть до 29 июля, кануна Рожа Шана, когда необходимо держать перед собой ответ за дела уходящего года и месяца Илюль. Дорогие друзья, все сложности нашей жизни возникают тогда, когда мы пытаемся жить не в контакте с природой или Творцом, а как бы вне ее, заботясь исключительно о своем благополучии. Когда же мы это осознаем и живем в соответствии с интегральными законами, то беды уходят, а возникшие проблемы уже воспринимаются как поставленные задачи, которые именно нам необходимо решать. Благодаря этим задачам и происходит наше развитие, и именно по этому пути ведет нас высшая сила Творец. Делая подсказки, в последний месяц года, месяц Иллу, сегодня мы надеемся, что наш народ будет полностью оправдан на этом небесном суде. Мы все будем записаны в книгу жизни. Год скорого прихода нашего правильного, праведного Избавителя. Этого я нам всем и желаю. Браха вацлаха. Будьте здоровы. Шаббат шалом. Хорошего месяца вам, Илюль. Сделайте правильное раскаяние. Ваш Равин Каплан. Редактор субтитров А.Семкин